Сразу понять или хотя бы догадаться, что обычный человек является закладчиком спайсов, невозможно. На первый взгляд можно подумать, что он просто прогуливается по тропинке. На самом деле он подыскивает место, куда можно незаметно покинуть сверток с наркотиком. Излюбленное место распространителей спайсов – детские площадки. Только на одной из них девушка заложила несколько пакетиков. На следственном эксперименте 19-летняя девушка показывает оперативникам места так называемых закладок. За один только вечер она успела подкинуть 9 свертков с курительными смесями, так называемыми спайсами. Пакетики были обнаружены возле гаражей, в решетках окон, около подъездов и под камнями. Все закладки задержанная сделала на улице Новинки на юге столицы. Находку отправили на исследование. Они были упакованы в полиэтиленовые пакетики с определенными такими зажимами, которые продаются во всех киосках. И надписей на них никаких не было определенного рода. Что это и как это называется непосредственно. Задержанная приехала в Москву из Краснодарского края. Нигде не работает, жилья нет. При обыске у нее обнаружили еще 4 свертка с веществом неизвестного происхождения. За что сотрудники полиции вас задержали? За торговлю. За торговлю чем? Солью. Что за соль? Я не знаю. Это наркотик? Наверное, не знаю. Раньше не было. Каждый такой пакетик с мелкими кристалликами, которые больше похожи на морскую соль для ванн, девушка продавала за 3000 рублей. По словам полицейских, это довольно редкое и сильно действующее наркотическое средство. И если курительные смеси состоят из растительных компонентов, то это вещество больше напоминает пищевые добавки. Оперативники поставили девушку перед фактом, что следующие 10 лет она, скорее всего, проведет за решеткой. Ею же выдвинули обвинение по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное приобретение, хранение и распространение наркотиков. Сейчас она находится под стражей в ожидании суда. Продолжение следует...